Средство заболевших стремительно растет. Это сегодня на брифинге подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглизнева. По ее словам, область уже превысила пиковые показатели заболеваемости прошлого года, а в зоне риска сейчас в том числе и дети. Предшествующие волны у нас удельный вес детей в возрастной структуре ковидных диагнозов составлял где-то около 6-7% в зависимости от волны. Сегодня это почти уже 15-14,5%. То есть если взять всех заболевших и посмотреть структуру возрастную, мы видим, что дети от 0 до 14 сегодня в этой структуре занимают почти 15%. То есть, конечно, заболеваемость среди детей, она существенно выросла. Мы, собственно говоря, это и ожидали, потому что понимали, что дети, они не иммунные. При этом учебные учреждения пока продолжают работать в штатном режиме. Если ограничения и будут вводить, то точечно. Принцип такой. 20% отсутствующих в классе или в группе детского сада, значит, мы распускаем класс или группу детского сада. Если 20% отсутствующих по образовательному учреждению, значит, полностью распускается образовательное учреждение школа. Или детский сад уводится на карантин. На брифинге также сообщили, что на сегодня 627 учеников с подтвержденным коронавирусом и 194 работников школ региона. Что касается детских садов, то число заболевших значительно меньше. 48 воспитанников и 58 сотрудников. В связи с ковидом в дистанционном режиме по состоянию на сегодняшний день у нас работает 381 класс в 17 муниципальных образованиях. И в этих классах 9676 человек. То есть 5,7% от общего количества школьников сегодня учатся в дистанционном режиме. В детских садах у нас на сегодняшний день закрыта из-за ковида 71 группа. В этих группах 1446 детей. Обсудили и работу линии 122. Министр здравоохранения области Андрей Конников подчеркнул, сейчас в колл-центре трудятся 150 операторов. Механизм влажен таким образом. 122 принимает вызов. В модуле передает на поликлинику. Поликлиника вызов отрабатывает. Все заявки, которые поступили вчера, они все полностью отработаны. Продолжение следует...